Друзья, приветствую! Мы что-то забыли про наш чайный домик, и сегодня я как раз приехал специально этот объект показать, чем мы здесь занимаемся. Прошло уже порядка четырех недель, была небольшая пауза после заливки бетонного обоснования, ребята отдыхали. Хочу вам пойти показать, как это все дело происходит, насколько быстро и тщательно идет строительство чайного домика, ну и немножко вам расскажу о нюансах, которые при этом присутствуют. Метр высоты построен, да, Игорек? Все нормально, все по плану идет? Замечательно. В обязательном порядке лежит три ряда полнотелого кирпича, который берет на себя основную нагрузку. Потом идет у нас двойной щелевой кирпич пустотелый, и будут еще у нас три верхних ряда из полнотелого кирпича, да? И потом армопояс, правильно? Вот так вот установочка у нас сходит. Толщина стен у нас в один кирпич. Это половинка, два кирпича получается целый. Еще раз напомню, что у нас верхняя часть нашего этого чайного домика, мастерской, 50 квадратных метров, она будет с полумансардным этажом, то есть вот в этой части будет у нас на первом этаже баня, а на полуэтаже, на плане вы сейчас видите, у нас будет два спальных места без двери, просто по лестнике поднялись и у нас там можно отдохнуть. Вот эта часть вся будет зона мастерской, вот, 27-28 метров, вот, с выходом, с выходом вот сюда в наш небольшой садик. Здесь качели, все остальное, но к ландшафтному проекту мы еще вернемся где-то в районе сентября, теперь уже реальные сроки, вот, после того, как мы сейчас поднимем домик, обошьем его деревяшкой и вот у нас здесь двинутся дорожки в сторону парковки. На самом деле сейчас кирпичное мастерство практически утеряно и очень немного людей, которые строят из кирпича, соответственно, не так много мастерков, кто работает с кирпичом и вот как раз одни из этих ребят у меня сейчас работают. Еще нету 4 часов дня, они уже 6 рядов подняли, учитывая еще, что внизу у нас полнотелый кирпич, то есть, который, естественно, вкладки гораздо медленнее, чем все остальное. Я уже на личном опыте убедился, что любая экономия кажущаяся, она является не экономией, вот, а потом придется просто все равно довложить эти же самые средства, вот, и что-то переделать. Это совершенно не хочется, хочется сделать все качественно, поэтому здесь мы реализуем, опираясь на строительство, которым я наблюдаю уже порядка там 20 лет и вижу все проблемы и понимал сразу, что, почему здесь нужно сделать из кирпича, вот как к этому нужно подойти. Далее мы вводим под армопояс по периметру всего домика, зальется армопояс и дальше уже кровельщики будут делать крышу. После крыши мы будем делать фасад, ну и, соответственно, ребят строители у нас идут на дальше, на бетон, вот, который у нас будет везде представлять дорожную тропиночную сеть и несколько площадок. И мы двинемся к зоне парковки, там тоже будет бетон и там тоже будет гараж. Таким образом, до сентября мы должны закрыть все эти работы и в сентябре приступить к ландшафтным работам. Друзья, давно мы с вами не виделись вот здесь на стройке, не видели, как наш чайный домик растет. Сейчас я вам детально все покажу, но прежде чем показать наш чайный домик, я хотел вам показать дерево, публикацию которого я делал ранее, в прошлом сентябре, по-моему, я показывал вот эту игру, которую мы застригали. Хочу показать, насколько стрижка плодотворно сейчас сыграла в пользу этого дерева, собственно говоря, насколько она поскушилась и стала действительно таким деревом под стать этому прекрасному дому. А потом мы подойдем к чайному домику, я вам все покажу. Наше акцентное дерево ирга, вот ее посадили сюда в прошлом году, сразу же я у нее удалил несколько стволов. Хочу вам показать, кстати, как затягиваются раны при правильной обрезке. Посмотрите, пожалуйста, вот когда он сделал у нас на кольцо обрезка, раны очень быстро затягивается, калиус нарастает. То есть, ну, затягивание раны, это когда у тебя нарастает вот эта вот ткань, тем самым постепенно вот этот пенек поглотится и дерево у нас будет защищено. То же самое происходит и в этой части, эти были срезаны позднее ветви. Например, вот здесь точно также у нас идет затягивание тканей, ну и, соответственно, постепенно идет поглощение. Ну и в других местах та же самая история. В целом хочу показать, что после обрезки, например, вот даже у нас еще сезона не прошло, а мы с вами видим, как уже потихонечку ткани затягиваются и растения выбрасывают много порослей, например, в срезах. Вот, сейчас здесь даже веточку сломал, но это ничего страшного, потому что все равно вот здесь вот все у нас будет подчищаться, вот, чтобы сохранить зонтик и ни одна ветка внутрь у нас не росла. Насколько оно у нас стало структурным, потому что, кажется, оно у нас было прозрачным, сейчас у нас уже образуется вот такой зонтик. Зонтик у нас имел множество перетирающихся стволов, даже некоторые еще у нас вот были оставлены, но я в выпусках показывал, мы здесь вот мы ставим либо штабики деревянные, либо резиновые прокладки, чтобы эти стволы разъединять, чтобы они у нас не врастали друг друга. А вот прошлой осенью вот здесь вот этого не было, то ли нагрузка на ветку изменилась и поэтому она немножко у нас туда поднаклонилась. Ну вот, и вот здесь мы поставим тоже деревянные штабики. Вот сейчас момент вместе с вами обратил внимание, мы обязательно его уберем, потому что этого просто у нас не должно быть. Деревце у нас чистенькое, аккуратненькое, хорошо себя чувствует. Подсветочка уже выведена здесь у нас. Еще был высажен виноград, вот здесь мы высадили сет винограда. Вообще он имел структуру полтора на полтора, вот, но мы его в принципе уместили в этот короб, оставленный в террасе специально. Часть у нас пошла расти вверх и вот буквально за месяц он вырос еще на метр. Проводили обрезку, то есть прямо удаляли все лишние побеги через чеки, чтобы он был положительный и направили в эту сторону, чтобы он заплетал у нас эту часть стены. Это тоже очень важно, потому что хотелось иметь здесь тоже зеленый уголок и мы вспомним еще двух основных плетей. Этого, надеюсь, добьемся. Вот такие струны из... Сейчас покажу. Вот здесь у нас натяжители стоят, они периодически подкручиваются, вот. Ну и первые опоры для винограда мы сделали с помощью резиновых кембриков. Они у нас фиксируют виноград, в то же время его не ломают, а очень эластично его поддерживают. Ну такие вот резиновые резиновые, просто жгуты, которые помогают нашему винограду здесь крепиться и не травмируют. Обратите внимание, то увидите насколько свободно, насколько свободно у нас сейчас здесь плеть винограда. Вот, она практически двигается, она просто для нее поддержка. Здесь у нас новый гусс начал тоже так расти. Он буквально сейчас будет ползти по стене, вот его уложили и думаю, что два-три дня и уйдет у нас на вторую нашу нить. Зеленая стена. То же самое планируется еще в этой части. Будут высажены винограды, здесь уже натянули стропы и у нас будет вот этот угол тоже из плети винограда. И одна сюда войдет у нас, вот в эту часть стены. Ну и чайный домик, как его называют. Сейчас он выглядит уже вот так. Буквально ребята за пять дней его подняли, сделали внутри простенки и сейчас уже вышли на нужную высоту. Здесь было принято решение в процессе, что у нас будет крыша двухуровневая. Вот по эту стену, по входную дверь у нас будет более высокая крыша. Здесь у нас будет понижение, то есть она у нас будет переменной высотности. В этой же части, вспомним, располагается, будет плита заливаться и здесь же будет спальное место. Ну а теперь мы подойдем поближе и посмотрим. Это у нас одно смотровое окно. Здесь у нас вход в само здание. Это у нас окно в сауну. Я, наверное, не говорил, но мы его перенесли на эту сторону, чтобы можно было в сауне получить дневной свет и смотреть в сторону участка. Это прикольно. Уже опробирована баня, которую я посетил недавно и мне очень понравилось, и мы решили сделать вот так. Ну и зайдем внутрь. Мы заходим, здесь сразу попадаем в лестничное пространство. У нас сейчас здесь мы видим наш подземный этаж, о котором мы показывали. Но здесь будет подъем наверх. Здесь у нас сразу пойдут ступени и которые у нас поведут на пол второй этаж. Спальное место открытого типа, то есть у нас плита буквально дойдет до сюда и со второго вот этого этажа можно будет смотреть на вот это пространство творческой зоны. И здесь же будут двери, выход качелем. То есть вроде бы все компактно, в то же время будет достаточно уютно. Отсюда можно будет выйти на площадочку и соответственно присесть вот в этой зоне на качеле. Это у нас мини-кухонька, буквально метр семьдесят, чтобы можно было, находясь в творческой зоне, сделать какой-то чаек. Дверь получается, я сейчас стою и соответственно здесь душевая зона, а здесь у нас вход просто в сауну. Включая плюс-минус нижний и верхний этаж, получается 97 метров. Хочу обратить внимание на кладку кирпича, я постоянно ее показываю, потому что я считаю это гордостью хороших строителей, потому что здесь она безумно ровная. Таким образом, возвращаясь к нашей стройке, хочется отметить, что буквально неделя, и у нас готов практически такой полноценный домик. Конечно, пришлось повозиться нам со цокольным этажом, но что поделаешь, пески. А вот верхняя часть пошла достаточно быстро. И я неустанно говорю о том, что все-таки вот такие кирпичные строения, каменные строения, они, конечно, гораздо эффективней и приятней в стройке, чем более легкие сооружения, так скажем, потому что это уже действительно здание. Поэтому мои рекомендации, ищем строителей грамотных и просто наслаждаемся и кайфуем от стройки. У нас вот здесь будет перемычка, вот и на этом все. Уже дальше пойдет у нас кровля. Вот здесь оставили тоже кладку, то есть полнотелого кирпича. Почему? Потому что здесь будет плита, и только полнотелый кирпич может держать классно, ну достойно, точнее по снипам нагрузку. Поэтому мы сделали, как сейчас напомню, нижние два ряда кирпича и верхние два ряда кирпича там, где у нас будет располагаться плита, вот в этой части. Плиту делаем бетонную, потому что у нас здесь сауна, и нужно нам здесь эти все тепловые моменты соблюдать. Еще отсюда посмотрим на наш домик. Такое маленькое строение. В Туле, нашем большом объекте, сейчас немножко там поговорим с ребятами в производстве работ. Здесь мы сделали вот притеночек такой для растений, потому что жара стоит неимоверно, она не заканчивается. Но у нас, как я говорил, образовались еще важные моменты. Это вот теплотрасса, которую мы вот здесь вот разрыли, прокладываем, потому что работа здесь немерена. И это своего рода выкопать-то выкопали за пару дней, по полтора метра семьдесят, прокладываем провода, а вот теперь закапывать, трамбовать, расчищать. Это все уже усложнит работу, потому что земля будет проваливаться, нужно будет постоянно подсыпать под это. Это обязательно для того, чтобы потом участок, когда мы сформируем ландшафт, вот здесь у нас не было никаких провалов. Сегодня у нас будет заливка бетона, выставили уже все опалубки, будем заливать все сваи, которые мы разметили на участке. Шесть кубов бетона всего лишь. Вот этих вот сваек подольем. И три куба у нас идет туда на дорожку. Следующий этап у нас уже заливка всех дорожек и подпорных стенок разом. Будем к этому готовиться. Друзья, хотел только снимать все, кроме говорящей головы, но без этого никуда, потому что предисловия нужны. И стройку показывать тоже необходимо. Я вообще люблю снимать строительные процессы, потому что, ну, готовых ландшафтов много у нас, готовых участков много, в которых мы уход особенним ведем. И почему для меня ценна именно вот эта вся строительная часть, чтобы вы видели, как можно избегать ошибок. И если эти ошибки есть, то как их можно исправлять. И для меня является это самым ценным, потому что красивый сад показывать – это здорово. Ну, можно его сделать и показать. Но мне хочется, чтобы каждый из вас увидел непосредственно стройку, из чего рождается этот красивый сад. Какие усилия при этом происходят, какие резервы задействуются при создании сада. И почему хороший сад качественный не может получиться дешево, почему нельзя экономить, казалось бы, да, на одном, на втором, на третьем, потому что это всегда выскакивает боком. Вот. И я об этом всегда с радостью говорю, делюсь и буду делиться и показывать эту стройку. Потому что меня тут немножко захейтили, говорит, что вы показываете все время эту землю, грунты, недоделки. Мои дизайнеры жалуются. Я говорю, блин, ну потому что, говорю, это ценно, потому что из этого рождается любой красивый сад. То, что мы непосредственно делаем, получаем в результате. И вот как это происходит, вы должны все знать. И польза видео заключается не в том, чтобы показать только красоту, а показать саму реализацию и тому, кто интересен, кто будет создавать свой сад. Или мои коллеги, кто, не знаю, там, новичок в работе или образно не хватает опыта. Они с радостью, конечно, все это впитывают, потому что ввести один объект от нуля до финиша – это большое дело. И потом будут финальные аккорды, финальные съемки, финальные части наших участков. Вот нам нужно залить всего лишь 9 кубов, о которых я сегодня сказал. Но чтобы залить, нужно проехать бетономешалки. Закопали вот здесь вот траншею глубиной полтора метра. Чтобы сейчас по участку 150 метров не носить, не возить бетон, загоняем бетономешалку. Для грунта, сразу скажу, это не очень хорошо, поэтому вот здесь вот будет у нас, ну, тут много уже машин ездило. И будет вот здесь вот прокапываться потом. Глубинная культивация делается, рыхление специальным экскаватором на глубину 30 сантиметров, чтобы эта почва была у нас рабочая. Ну вот, удалось договориться с водителем, потому что 130 метров возить даже на наших мотамулах – это целая история. Сжалился над нами человек и повез. Ну что, приятно, что все получилось. Если бы это сейчас все возилось бы. Можно так ходить, потому что скульчики, они не дадут сетке ниже опуститься. Здесь у нас уже идет бетончик. Вот в сторону. Видеется. Как Олег сказал, голь на выдумке хитра. А мне кажется, да, просто есть экскаватор, и он все решает. Это еще умный экскаваторщик, который не стал рассуждать, подъехал и делает. Зуд супер. Мастер на все, на весь ковш. Друзья, подходит наш день к завершению. В общем, с 2 до 18.30 происходила заливка бетона. И сейчас прям завершающий кусочек ребята делают. И на этом все на сегодня. Спутили мы все наши сваи. Порядка, по-моему, 48 штук. И два кусочка дорожки удалили. На этом сегодняшний рабочий день. В этот, я бы сказал, злоденственный такой день по погоде. Потому что солнце сегодня было мега активным. Оно просто убивало. 32 градуса. Вот мы все, конечно, в шоке. Но вот сейчас в 6.30 жизнь начинает потихонечку налаживаться. Поэтому встретимся с вами в новых выпусках, уже когда мы займемся красотой. Всего хорошего. Продолжение следует...